Есть раздельный сбор, есть мусоропроводы, есть контейнерный сбор. Более 200 тонн отходов ежедневно поступает на мусороперерабатывающий завод Бреста. Кроме областного центра, их сюда свозят из Брестского и Жабенковского районов. А в скором времени добавятся Малорицкий и Каменецкий. Работают здесь активными темпами по 12 часов и без выходных. План перевыполняют. За год переработано 103 тысячи тонн мусора. У нас уникальный завод здесь, потому что у нас рядышком очистные сооружения. Мы сырой осадок ил забираем сюда, перерабатываем его в электроэнергию. Это особенность. Также сейчас идет модернизация мусороперерабатывающего завода в Барановичах. Его мощность увеличится 40 тысяч тонн в год до 78. Там на сегодня идет реконструкция сортировочной станции и планируем за деньги международных фондов построить полигон. В планах у нас до 2025 года. Барановичская зона у нас включит в себя Барановичский район, Ганцевичский район и Ляховичский район. Всего таких зон в области планируют 6. В среднем по региону из отходов извлекается до 28% вторичных материальных ресурсов, тогда как в республике 25. По сути из 3 миллионов 800 отсортировываем только 600 тысяч отходов. Естественно задача стоит наша, каждую тонну отходов, каждый килограмм отходов в перспективе в стране пропустить через сортировочные линии, выбраться туда вторичные материальные ресурсы, тем самым вовлечь в экономику эти ресурсы. Это первая задача. Ну и вторая, не вторая, они на уровне, на одинаковом стоят. Сохранить экологию. Основная задача отсортировать все, что поступает от населения. Твердые коммунальные отходы с какой целью? Для того, чтобы выбрать и вовлечь в экономику вторичные материальные ресурсы. Для выполнения данных задач до 2025 года планируется построить 16 крупных региональных мусоросортировочных комплексов по всей стране. Позже появится еще 14 таких объектов. Также министр отметил, коммунальники выполняют планы практически в полном объеме. За первое полугодие из 15 показателей выполнены 13. Следующей точкой в маршруте коллегии стал Кобринский район. Три года назад питомник для растений отошел к коммунальному хозяйству. За это время участок значительно преобразился. Сейчас здесь выращивают различные декоративные растения. А еще маточник энергетической ивы, высадку которой планируют начать уже в этом году на непригодных землях. Данное растение станет одним из основных источников топлива для котельных, что значительно удешевит себестоимость щепы. Особое внимание уделяется и оптимизации котельного хозяйства. В Кобринском районе таких предприятий 47. Более 30 из них работают в автоматическом режиме. В области же имеется 651 котельная. 440 работают на местных видах топлива. По займу МБРР, который заканчивается в этом году, мы должны ввести до ноября месяца две котельные. Это в городе Каменцы и в городе Барановичи это Тексер. Что касается следующего займа тоже МБРР, в этом году мы планируем начать три котельные. Три котельные большие. Это в городе Ляховичи, это в городе Бресте по улице Инженерной и в городе Кобрине. В случае остатка средств начнется строительство новой котельной и в Ганцевичах. На данный момент основные силы жилищно-коммунального хозяйства уходят на подготовку к отопительному сезону. До 1 сентября все работы должны быть выполнены. Также участники коллегии осмотрели мост в Кобрине, который сейчас серьезно модернизирует. Объект также находится на балансе ЖКХ. Уже демонтированы все пролеты, которые подлежат замене. Демонтированы смежные пролеты, которые технологически необходимо было тоже снять, чтобы заменить именно средние проблемные пролеты. Были железобетонные сборные. Мы их меняем на металлические и цельные. Также уже частично выполнено монолитное покрытие. Идет обустройство тротуара и установка турникетных ограждений. Планировалось в следующем году закончить весной, поздней весной. Я думаю, что получится быстрее. Дай бог, чтобы это был этот год. Мы на это тоже надеемся, прилагаем все усилия, потому что в центре города всего два моста. Так как один закрыт, другой работает с двойной нагрузкой. Итоги республиканской коллегии подвели на пленарном заседании в Кобрине. Анна Буйкевич, Алла Григорчук, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».